Вот она я, мои дорогие зрители. Я так иногда видите на себя, камерку разворачиваю, чтобы вы меня видели немножко. Ну а так как я сегодня решила вот с вами обсудить некоторые такие вещи по поводу питания, по поводу голода, то я не буду садиться в каком-то месте и вам это рассказывать. Вот пока иду домой, заодно вам походу буду рассказывать и показывать красивые местечки, и дабы не просто была моя моська в камере, а было заодно что-то интересное и посмотреть. И на послушать, и посмотреть. Я надеюсь, вам интересно. Вы, если что, мне пишите, чтобы я понимала, в каком направлении мы с вами будем работать. Вот. Ну, я надеюсь, вам интересно. Значит, смотрите. Я спустилась в парк, потому что мне некоторую часть нужно пройти здесь. Дабы не идти поверху с машинами, я решила спуститься сюда, в парк. Здесь, кроме велосипедистов, больше никого нет, и пешеходы не гудят. Машины, скорые помощи всякие, пожарные вечно начинают гудеть не вовремя. Либо мотоциклы проезжают и жутко урчат. Вот. И еще хотела зацепить такую вещь, как планировка, распределение приемов питания на протяжении дня, да, и тоже, чем это вредит, и к чему, как правило, это приводит. Вы все прекрасно знаете, я вам много раз рассказывала, что я тоже раньше питалась 5-6 раз в день. У меня было 5-6 приемов пищи, вот, от чего я тоже на данный момент ушла. Оставила 2-3 приема, потому что тоже не вижу смысла в таком количестве приемов пищи. Отдельно от того, что не вижу смысла. Во-вторых, это влечет за собой определенные последствия, в принципе, как физические, так и психологические. Так оно и есть. Я на себе убедилась, и все то, о чем я вам буду рассказывать, это все то, что я сама пережила, все то, что я сама экспериментировала. То есть это не из чего-то-то там, это мои личные наблюдения. И точно так же наблюдения очень многих людей. Вот. И, например, когда вы распределяете себе, что вы будете кушать завтрак, на завтрак, что вы будете кушать на перекус, обед, еще один перекус, еще один ужин, что у вас происходит. Вы автоматически начинаете целый день думать о еде. Почему? Потому что вы распределяете себе все то, что вы будете есть, вам нужно позаботиться о том, чтобы у вас вся эта еда была. Затем вы не успели позавтракать, вы думаете, ага, мне через 3 часа снова нужно кушать, а что я буду кушать? Мне нужно будет покушать вот это. Я еще до таких вот тошнотворных вещей делала, как все, естественно, это взвешивала, все, естественно, это готовила посудочкам, все это было наготовлено. И когда подходил момент есть, даже когда у меня как такового аппетита не было, я все равно это съедала, потому что это уже приготовлено, потому что я должна это съесть, потому что это типа положено. И потом, естественно, входило в такое, знаете, чувство вины, потому что я вроде как и не хотела есть, но вот я это съела, мне пришлось это съесть, потому что оно запланировано. И вот именно этим моментом вот эта вот распланировка приемов пищи, она и вредна, потому что получается такая вещь, как вы на протяжении целого дня думаете только о еде. Вы думаете, что вы будете есть вот тогда, вот тогда, вот тогда, вечером, например, я ложилась и уже думала, что я буду кушать на завтрак, и получается, что абсолютно все ваше внимание, абсолютно вся ваша энергия, целый день она направлена на что? На то, чтобы думать, а что я буду есть на обед, на ужин, на перекус, на завтрак и так далее и тому подобное. И это неправильно, потому что еда не должна быть вашей первой мыслью в голове, потому что еда – это наша натуральная физическая потребность. Это такая же обычная натуральная наша с вами потребность, как и пойти поспать, как и пойти сходить в туалет, например, но почему мы не придаем такого особого значения таким вещам, как сходить в туалет и поспать, но мы придаем такое особое значение и важность нашим приемам пищи. И если мы съели что-то не так, мы начинаем себя за это корить. Если мы что-то съели не то, мы начинаем ходить в чувство вины. Хотя еда – это обычная наша потребность, и мы не должны от нее так зависеть, и наше настроение не должно так зависеть от этого, потому что это должно быть все легко и просто. А у нас получается почему-то все наоборот. Мы очень зацикливаемся на еде, и у нас просто не остается ни времени, ни энергии для того, чтобы подумать о том, о чем мы будем развиваться, как мы будем работать. Какая-то энергия на какое-то развитие, на какую-то учебу, на что-либо. Кто экспериментировал, вот это он знает, он поймет. У меня, например, прошлое видео слышала мама, и говорит, такое нудное видео, так неинтересно. Ну да, но мне же это неинтересно, потому что мне это не близко. Говорю, да, вот видишь, тебе это не близко, а другим людям это близко. Вот, например, мне это очень близко, я знаю, что у многих есть эта проблема, потому что мы все всегда, всю жизнь пытаемся что-то в себе изменить, а на самом деле нужно изменять, просто менять свое отношение к себе в первую очередь. Потому что все то, что мы делаем, все наши диеты, все наши тренировки, все наши какие-то часовые кардио, пробежал человек, все мы это делаем из-за того, что нам постоянно в себе что-то не нравится. Нам постоянно не нравится наша талия, которая недостаточно узкая, как у кого-то, нам не нравится наша попа, которая недостаточно выпуклая, как у кого-то, И мы берем себе постоянно какие-то идеалы, которые вовсе к нам никак не относятся, и начинаем себя лепить к этому идеалу. Но у нас никогда ничего не получится, потому что мы не должны брать себе идеал и лепить себя к этому идеалу. Все, что мы должны сделать, это исправлять себя. И то, вы знаете, это даже не исправлять себя, это просто чувствовать себя, это просто слушать себя. И тогда у вас будет идеальная версия себя. но это можно достичь только одним способом через любовь к себе мы не можем смотреть на себе в зеркало говорить о боже я опять поправилась какой целлюлит какая толстого господи и тиша рашить три часа в спортзале и потом сидеть на одних салатах с грудкой куриной нет потому что это неправильно вы это делаете из ненависти к себе и злости к себе вы себя наказываете вы съели кусок торта идете спортзал потому что вы решили себя наказать и я тоже так делала раньше я считала что если я съела две плитки шоколада я пошла тарабанила трехчасовое кардио все замечательно понимаете это не должно быть так это неправильно сейчас я которая все это делала говорю вам что это неправильно это неправильный подход к самому себе потому что подход всегда должен быть со стороны любви я люблю себя такой какая есть я себя принимаю и когда вы примете себя тогда у вас начнутся изменения потому что вы будете слушать себя и будете делать то что ваш организм вам говорит будете есть то что ваш организм у вас просит и вы скажете мне конечно чуть и спорить поводу того что а если мне организм просит полторта съесть это неправда на самом деле это не организм просит съесть полторта а знаете что происходит на психологическом уровне ваш мозг понимает что вы запрещаете себе эти полторта и он у вас их требует потому что запретный плод сладок потому что нам всегда хочется того чего нам нельзя вот поэтому мы должны выходить из ограничений мы должны выходить из рамок ограничений потому что любое ограничение приводит к срыву любая диета которая несет в себе хоть какие-либо ограничения это всегда затем влечет за собой что срывы это будет сто процентов потому что наш организм он знает что ему нужно он всегда знает что ему нужно когда ему нужно и в каком количестве просто мы забыли его слушать из-за того что с самого детства нам навязывают какие-то непонятные стереотипы сначала родители потом в садике потом школы самого детства нам родители говорят кушай кушай почему ты не ешь у меня бабушка всю жизнь пыталась затолкать меня едой я вообще не ел это была огромная проблема для меня потому что я питалась к святым духом наверное я не знаю чем и питалась там какими-то сладостями и все я не ела я очень мало ела была очень худая она постоянно пыталась меня что-то запихнуть а ведь это неправильно ребенок знает всегда что ему нужно в какой момент в каком количестве организм его это чувствует понимаете и мы начинаем заставлять этих детей есть и этого не нужно делать вот поэтому у нас самого начала самого детства складываются эти стереотипы что нужно есть вот это нужно есть вот то вот это вредно вот это не вредно а на самом деле не нужно разделять продукты на вредные и не вредно нужно разделять продукты на те которые вам хочется эти которые вам не хочется потому что как только вы начинаете говорить вот это вредно и я это есть не буду потому что это плохо ваш организм будет это просить потому что вся эта система все равно она работает как у меня мама говорит от обратного да и как только вы себе в голове позволите все абсолютно все и эти пол торта поверьте мне когда вы это проработаете это не быстрый процесс естественно вы никогда не захотите съесть эти пол торта смотрите я вам скажу на себе очень жаль что я сейчас не дома но моя мама вам бы подтвердила о том как мне был можно сказать поставлен до запрет на сладкое ну все это у меня длится и все это тянется естественно меня с тех пор как я занималась соревнованиями как я выходила и участвовала фитнес-бикини и получалось что естественно там определить доходит определенного момента когда запрещается есть абсолютно все и самое первое естественно что мне всегда нужно было убирать это сладкое я по жизни в принципе сладкоежка и мне всегда нравилось сладко вот есть люди которым не нравится сладкое вообще и естественно для меня всегда это была катастрофа я понимала что когда ко мне приходят эти недели что мне запрещено есть сладкое для меня это просто взрыв мозга я естественно это все выдерживала потому что я понимала для чего это делаю но это было достаточно тяжело но потом приходила самое страшное после всех этих соревнований поедание сладостей она просто превращалась какой-то я не знаю не ритуал а просто сладости они были на завтрак на обед на ужин на ночь еще там где-то еще там где-то еще так где-то понимаете потому что происходил срыв потому что был жуткий запрет на это на эти сладости и когда я понимала что запрет прошел мой мозг в шоке говорил о боже ты снова нам будешь делать это и давал сигнал о том что нужно наесть со сладостями я садилась мама рядом покупала шоколад давала ей два кусочка потому что она больше не хотела а сама съедала всю плитку шоколада и если бы на этот момент со мной рядом лежала вторая плитка шоколада я бы ее съела она сидела и задавала мне вопрос вот я почему хотела бы быть сейчас дома дабы и у нее спросить и задачи этот вопрос мама правда это или нет вот скажи она меня спрашивает как ты можешь столько есть как она в тебя влазит а может такое сладкое фу я вот села два кусочка и все больше не могу мне аж противно аж тошно какой она сладкая а мне она буду не сладко меня на было супер а почему вот все по той причине что я понимала что для меня это запретно что мне это нельзя есть сейчас я съедаю с ней ровно одну конфету которую я привезла еще с круиза эти конфеты нас до сих пор есть и несколько месяцев назад эти конфеты просто растворились в моем рту в первый же день в первый я спокойно всю пачку полкилограммовую килограммовую конфет могу если они шоколадные вкусные могу спокойно проглотить и даже не заметить спокойно вот а все это почему все это из-за того что были запрет сейчас я съедаю себе одну конфету в день и больше не ем ничего я купила шоколад который нас уже тянется с ней неделю и я сегодня взяла себе этот шоколад для того чтобы попить с ней вместе кофе я позавтракала и не пришла к ней пить кофе взяла с собой этот шоколад и я унесла его в холодильник и я была в шоке сама себя мне действительно не хотелось потому что в большинстве случаев делась такое огромное количество шоколада только из-за того что он был запрещен а потом я сама себе просто задала вопрос карина скажи честно ты хочешь сейчас этот кусок шоколада вот всю ту тарелку которую ты съела ты хорошо покушала все было очень вкусно и все было жирненькая полезная панда ну я действительно съела то что я хотела я себе сделала до яйца я уже говорила что кто за мной наблюдает например инстаграме я там стараюсь все свои тарелки за ним выкладывать ну тарелки я ем два раза в день ну может быть три ну третий раз это может быть кофе с чем-то там я не знаю либо с маленьким кусочком шоколада либо и и просто кофе с кокосовым маслом сейчас добавляю кокосовое масло да вот и у меня например на завтрак было два яйца два кусочка бекона мне очень захотелось бекона дальше половиночка авокадо и помидорки меня отличный завтрак и мне действительно не хотелось после этого есть шоколад потому что я настолько сейчас уже проработала эту вещь как свои запреты я сказала себе что карина тебе можно есть все ты можешь есть все что ты хочешь если ты сейчас проходишь мимо кафешки тебе хочется купить бисквитный кусочек торта возьми купи его и съешь и что вы думаете я не хочу его есть я сейчас не хочу его есть а почему а потому что я себе его на самом деле по-настоящему разрешила и все то что мы запрещаем не обязательно это хотим но проблема в том что мы хотим это потом в пять раз больше потому что она запретная вот поэтому все виды диет если они не прописаны вам доктором по какой-либо причине по причине вашего здоровья по какой-то болезни или еще ну какая-то действительно причина которая касается именно вашего здоровья вы не должны себе ни в чем отказывать вы просто должны научиться слушать себя разделять свой голод на правильный и неправильный но точнее это не то чтобы неправильный нет я бы сказала эти оба голода два вида голода они правильные они оба имеют место быть не просто нужно научиться разделять понимать и научиться проживать все свои эмоции все свои проблемы решать если нужно выплеснуть эмоции их выплеснуть но не пытаться из-за есть потому что вы этим проблему не решаете вы только себе добавляете веса добавляете дискомфорта затем добавляете чувство вины к этому всему потому что вы съели не то что вам нужно было и все и а эмоции они остаются